Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Я надеюсь, что вы соскучились за этот один день, пока меня не было на ютюбе. На самом деле, меня не было два дня, то есть я не снимала видео два дня. Но я выпустила видео, которое у меня уже было. То есть, видео, которое я сняла два дня назад, я выпустила позавчера. Сегодня у нас с вами блинный торт. Торт красный бархат и вот такая вот тарталетка, или как правильно называется, не знаю. Блинный торт, кстати, у них никогда не брала. Это я готовила не сама, купила внизу у нас. Долго думала, что же такое снять для вас. Но потом я понимаю, что я все жевать не могу пока, точнее, я могу, мне немножко больно. Поэтому решила взять что-то мягенькое. Блин, блинный торт вообще обалденное. Я досмотрю, там остался всего один кусочек. А от этого все кусочки остались. Блинный торт намного вкуснее. В общем, я попала в очень дурацкую ситуацию. Сейчас вам расскажу. Мама уехала два дня назад. У нас просто программа от государства. У нас есть земельные участки и каждый год дают удобрения. Бесплатно очень много удобрения, чтобы как-то помочь развитию сельского хозяйства от государства. В общем, когда это дают, мама должна поехать туда с этими бумажками, чтобы все привезли, все аккуратно. Мама уехала, получается. И как только мама уезжает, отключают газ. Я сначала думала, может быть, мы просто не заплатили за газ. У нас как? У нас газ по предоплате. То есть мы ставим на карточку деньги. И пока эти деньги заканчиваются, у нас идет газ. Как только твои бабки на карточке заканчиваются, все, газ тоже заканчивается. Я посмотрела в счетчике, оказалось, что нет, деньги есть. Я такая думаю, а в чем тогда проблема? И позвонила, короче, своей тете. Тетя говорит, что у нее тоже газа нету. Мой дворный брат жил раньше в другом месте. Он продал свою квартиру и купил две квартиры. Одну для своей мамы, а другую для жены и себя. Ну, в общем, короче, мы уже соседи. То есть мы живем, можно сказать, в одном доме. У нас жилищный комплекс. Там пять домов. И, в общем, я из окна вижу их. Поэтому, если у меня нету газу, значит, у них тоже нету. Ну, ничего, проходит два часа, три часа. Газ не дают. Я думаю, ну, мало ли что, что произошло. Обычно такое не бывает, но, я думаю, всякое бывает. Жду. Пока дадут газ. О, хорошо, что я увидела. Прикиньте, что здесь. Вот, что здесь. Что все стояло на тортике. Хорошо, что это тоже не село. В общем, я сижу в холоде, в морозе. Ну, как в морозе, на улице плюс 15-20, наверное, где-то. Но все равно, знаете, я уже привыкла к теплоте. И нету газа. И как-то я смирилась с этим. Проходит день. Опять нету газа. Звонит мама. И говорит, тебе не кажется странным, что уже второй день подряд нету газа? Я говорю, а что я могу поделать? Не только же у меня, а еще и у тети. Звоню тете. Тетя говорит, у меня тоже нету газа. Я говорю, ну нету, что делать? Ждем еще один день. Блин, такая тупая ситуация. Только в такие тупые ситуации могу попадать я. Я думаю, нет газа, ну что поделать? Что мы можем сделать, простые люди? Красный бархат какой-то несвежий. Не знаю, какой-то невкусный. Проходит еще 5-6 часов. Звонит мама. Я маме говорю, ну нету газа, что поделать? Я уж придумала. Наши кондиционеры есть. Включила на режим зиму. И все, спала с включенным кондиционером. По себе иду туда-сюда, на плите. У нас есть электрическая плита. Ну, в общем, как-то приноровилась. У меня все ок. Самый главный свет есть, интернет есть. Я живу такая вся из себя. В одной комнате. Потом опять звонит мама. Самое интересное, что в тупой ситуации я. А волнуется за меня мама, которая очень далеко от меня. Ее, по идее, это все не волнует. Мама говорит, ну не может такого быть, что так долго. Газа нету. Клубничка. В общем, решила я позвонить своему доверному брату. Точнее, его жене. Она сказала, что у нас газ есть. Уже целый день как есть. Я такая в шоке. Вроде мы живем в одном жилищном комплексе. А почему у меня нету, а у них есть. Потом звоню тете. Тете говорит, у меня тоже газа нету. Я думаю, а ну я не одна такая. Мне сразу, знаете, легче становится, когда я понимаю, что я не одна такая. Не только у меня нету газа. Проходит еще день. Звоню тете. Говорит, что нету. И мама мне звонит и говорит, не может быть такого, что вы живете в одном жилищном комплексе. У кого-то есть газ, у кого-то нет. Позвони коменданту и уточни этот момент. Я решила позвонить. Я ему говорю, вы чего? Газ-то дали. После вчера. Я говорю, у меня нету его. Он говорит, включите газ и просто оставьте. Где-то минуты три. Пусть воздух, который есть в трубе, он выйдет и потом включится газ. Я послушала то, что он говорит и сама себе так прокручиваю в голове. Что-то какая-то небезопасная идея. Но потом я понимаю, что другого выхода нету. Открываю дверь на балкон, чтобы если что, чтобы я не задохнулась от газа. И включаю свой газ. И так вот буквально, знаете, полторы минутки прошло, и у меня появился газ. Оказывается, реально, когда отключают газ, в трубе образуется воздух, который должен пройти. Потом уже тебе поступает твой газ. Я думаю, блин, какой он дуб, реально. Самое удивительное, над чем угорает моя мама, это над моим терпением. Это получается у всех соседей, у всех-у всех, уже как день есть газ. А я все сижу и жду терпеливо. Я там включаю себе кондиционер, греюсь около плитки. Вместо того, чтобы просто позвонить коменданту. Мама говорит, у тебя железные нервы. В последнее время я реально стала очень терпеливым человеком. И это даже немножко меня пугает. Может быть, кто-то мне посыпает на вопосит. Слишком уж я спокойная стала. А потом я понимаю, если у меня такая ситуация, наверное, у тети то же самое. Звоню тете и говорю, газ уже есть. Дело в том, что у нас в трубах просто воздух. Открой газ, немножко подожди, сам по себе газ придет. И она сделала то же самое, что и сделала я. И все, все счастливы, у всех все работает. Слава богу, мой комби тоже сразу заработал. В общем, я в теплоте. Сижу и снимаю для вас мукпанг. Вкуснотища. Просто вкуснотища. Просто сладкого много я есть не могу. Если вспомнить себя, газета лет восемнадцать. Я, наверное, уже позвонила бы во все организации. Почему нету газа? Почему я должна мерзнуть? Что за беспредел? Я что, не в столице живу? Это что, давай? А сейчас я просто тупо сижу и жду. Ну, нет и нет. Ну, и ладно. Сижу, смотрю, чьи там мукпанки. Этот мне вообще не понравился. А блинный торт клевый. На этом все, мои хорошие. К сожалению, сейчас я особо фастфуд, вкусности, ничего не могу кушать. Я кушаю именно крем-супчики какие-то. Да и сладости можно, потому что они мягкие. Как только восстановлюсь, буду постоянно снимать для вас видео. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.